Всем привет, вы на канале Мистер Кубик, и кто помнит, в декабре в корейской версии игры Аркейдж появилась возможность пробуждать арамеанское снаряжение Т4 в Т5, а также пробуждать эфенское снаряжение из Т2 в Т3. Их пробуждение напрямую связано с садами матери, о которых я рассказывал в одном из предыдущих видео. Ну и как всегда пробуждение происходит с использованием специальных свитков. Ну и насколько же мощнее получится новое оружие? Допустим, если мы сравниваем рамеанское снаряжение Т4 с Т5 и эфенское снаряжение Т2 с Т3. Урон рамеанского оружия Т5 будет мощнее примерно на 3,3%, а эффекты синтеза примерно на 5,3%. Рамеанская броня Т5 также будет усилена примерно на 3,3%, где ее основные характеристики, это защита и сопротивление, делят между собой эти 3,3%. То есть защита будет усилена на 1,6% и сопротивление будет усилено на 1,6%. Ее эффекты синтеза усиливаются примерно на 5,2%. Урон эфенское оружие Т3 будет мощнее примерно на 3,3%, а эффекты синтеза примерно на 6,7%. Эфенское броня Т3 также будет усилено примерно на 3,3%, где ее основные характеристики, это защита и сопротивление, делят между собой эти 3,3%. Вот такой же в системе, как и у рамеанки. Ее эффекты синтеза усиливаются примерно на 6,6%. И если вы посмотрите на две таблицы, допустим, рамеанки Т5 и эфена Т3, то вы увидите, что разработчики подровняли эффекты синтеза, что у одной, что у другой, брони и оружия. То есть они их сделали плюс-минус одинаковыми. И вот как раз далее перед собой вы увидите таблицу с эффектами синтеза рамеанского снаряжения Т5 для оружия и брони, а также таблицу с эффектами синтеза эфенского снаряжения Т3 для оружия и брони. Все эти таблицы вы можете найти у меня в группе ВК. Ссылочка также будет приложена в описании. Про само пробуждение рамеанки я уже рассказывал в видео про сады матери, чем и как пробуждать и что для этого вам понадобится, там все об этом есть. Повторяться я не буду, так что кто не видел, заходим и смотрим. Если что, ссылка в описании тоже будет. Но в том видео я не упомянул свитки для пробуждения эфенского снаряжения из Т2 в Т3. Ну и тут все по стандарту, у нас имеется обычный свиток пробуждения и улучшенный. Для крафта обычного свитка нам понадобится 50 очков работы и ресурсы из новой локации сад богов. А именно, капля утренней росы 100 штук, кроваво-красный гибискус 100 штук, королевский синий ландыш 100 штук и акюмный жемчуг 1 штук. Для крафта улучшенного свитка нам понадобится 50 очков работы и ресурсы из новой локации сад богов, но уже в большем количестве. А именно, капля утренней росы 200 штук, кроваво-красный гибискус 200 штук, королевский синий ландыш 200 штук и акюмный жемчуг 3 штук. В свою очередь, акюмный жемчуг тоже крафтится. И для создания одной штучки вам понадобится уровень ремесла алхимия 110 тысяч, 500 очков работы на создание и эссенция солнечного акюма 180 штук, эссенция лунного акюма 90 штук и эссенция звездного акюма 15 штук. Довольно недешевый свиточек у нас получается, с учетом того, что этих баночек не так уж много на аукционе, а брать их, ну, вообще практически ниоткуда. Как мы помним, до сих пор на изначальном материке мы не можем строить дома, то есть сажать деревья акюмные мы не можем, поэтому объем данных баночек, пыли, вообще звездной, лунной, солнечной, он намного меньше, чем был раньше. Это подсказка. Также акюмный жемчуг и оба свитка пробуждения можно скрафтить на замковой мастерской. Все из перечисленного, и свитки пробуждения, и ресурсы нужные для них, можно передать или продать на аукционе. Ну, это же как бы и фен, его можно купить, скрафтить, улучшить за голду. Итак, мы скрафтили обычный свиток пробуждения, теперь для пробуждения фенского снаряжения из Т2 в Т3 нам понадобится и фенское снаряжение Т2 минимум грейда эпоха мифов и один такой свиток. Учтите, что при успешном пробуждении уровень эффекта фенских кубов, действующего на предмет, может понизиться от 0 до 2, но он не опустится ниже 20 уровня. Почти та же самая картина будет, если мы скрафтим улучшенный свиток пробуждения. Но здесь для пробуждения фенского снаряжения из Т2 в Т3 нам понадобится и фенское снаряжение Т2 минимум грейда эпоха мифов и один такой свиток. Но здесь эффект кубов уже 100% не уменьшится. К сожалению, я пока не знаю, какой шанс успеха пробуждения имеют данные свитки. Если у кого есть точная информация, можете написать в комментариях. Но если нет, то у меня есть идея, где можно взять данную информацию. Если я ее там найду, то напишу об этом под данным видео в комментариях и прикреплю комментарий. А также выложу у себя в группе ВК. Свои мысли, идеи насчет данных изменений также оставляйте в комментариях. Не забываем также подписываться на канал и прожимать лайки данному видео. Ну а на этом пока что все. Всем до завтра. Субтитры сделал DimaTorzok